Валерий Лисицкий 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 напротив дочери, по-турецки поджав ноги. Марина играла с куклами. Разномастные чашечки и тарелочки, собранные где попало, стояли прямо на земле. В некоторых плавали листья травы, которой местные звали муражок. В других дочь сосредоточенно помешивала песок с мученной водой. «Чаё внечите?» — спросил Боря бодрым голосом. Его взгляд скользнул по рукам дочери, выискивая следы преступления. Бордовые кляксы или капельки крови, засохшие на футболке. Грязь, не разведя которую, четырёхлетка не смогла бы достать из холодильника свежий кусок говядины, но ничего подобного не разглядел. «Завтракаем», — ответила между тем Марина с невероятной серьёзностью. «Кашу будешь?» «Нет», — Боря похлопал себя по животу. «Я уже поел. Мы же вместе кушали». Марина кивнула, моментально утратив интерес к отцу. Оно и понятно, резиновый пупс капризничал и никак не желал глотать песчанно-травяную смесь. «А где твой пёсик?» Не отрываясь от игры, девочка пожала плечами. Общаться общепринятыми жестами она научилась не так давно, и теперь явно наслаждалась этим, предпочитая вообще не открывать рот без крайней необходимости. «Понятно». Мужчина сорвал травинку, задумчиво сунул её в рот и задал самый главный вопрос, ради которого всё и затевалось. «Маришка, ты зачем мясо берёшь?» Девочка вздрогнула, едва не выронив пупса. Быстро глянула на отца округлившимися глазами, Боря, моментально поймавший этот испуганный взгляд, нахмурился и предупредил с лёгким нажимом. «Только честно». На самом-то деле этот вопрос был проверкой на честность. Задавая его, Боря уже знал, каков должен быть честный ответ, как и многие родители, уверенные, что знают своих детей лучше них самих. И Марина не разочаровала. Потупившись, она прошептала, едва слышно. «Я собачку кормила». Краска залила её лицо. Медленно поднявшись от воротника футболки до кончиков ушей, Боря довольный откинулся назад, поставив руки и улыбнулся, стараясь, чтобы улыбка вышла мудрой и понимающей. «Большая собачка?» «Малюсенькая». «Ясно. У соседей живёт». Марина замотала головой. Так отчаянно. Будто кормить именно соседскую собаку было страшным преступлением. Следующую фразу она почти выкрикнула. Её голос сорвался и оттого прозвучало жалко и непривычно. «У нас живёт». Она коротко вдохнула и добавила. «В колодце». «Так, значит». Боря ухватился за то, что показалось ему наиболее важным. «Ты всё-таки играла у колодца». «Я собачку кормила». «А собачка где живёт?» «В колодце». «И ты ей туда еду кидала?» «Нет, я». Дочь отвела взгляд и сцепила пальцы, как всегда, когда собиралась врать, и Боря произнёс строго. «Марина Борисовна». «Я». В глазах девочки блеснули слёзы. «Ей на край колодца клала, а она брала сама. Лапкой. Вот так». И она изобразила движение, которым мог бы сгребать угощение грызун типа крысы. «Крысы?» «А большая собачка-то?» повторил Боря вопрос. Дочка, уже сообразившая, что он не слишком сердится, выкрикнула с энтузиазмом. Правда, нечто прямо противоположное первому ответу. «Большая! Почти как я!» Боря хмыкнул. Они вдвоём подошли к колодцу, и ещё за несколько шагов мужчина взял дочь за руку. От чёрного сруба смердела. Трухлявое влажное дерево, тухлая, застоявшая вода, гнилая трава. И что-то ещё. Не то рождённое сочетанием дурных ароматов, не то вовсе не имеющее отношения ни к одному из них. Что-то такое, отчего мурашки бежали по спине, а волоски на руках и ногах вставали дыбом. «А куда ты клала мясо?» «Вот сюда, на уголок». Жестом остановив дочку, двинувшуюся было следом за ним, Боря приблизился к колодцу и, кривясь от отвращения, присел на корточке, склонившись к чёрным брёвнам. Вонь усилилась, но сумрад застоявшейся воды перебил все остальные запахи, позволяя ему успокоиться. Более или менее. На чёрном дереве, расслаивающемся, сочащимся водой, виднели жёлто-коричневые полосы. Следы когтей. Зачарованный мужчина провёл по ним пальцем и содрогнулся от ощущения прикосновения к ледяной гнили. Возникшая была теория, что девчонка попросту утопила в колодце свою фиолетовую игрушку и, не зная, как её оттуда достать, стала подкармливать, следуя неумолимой детской логике, разлетелась холодным серым пеплом. Плюшевый щенок не смог бы хватать подачки когтистой лапой. Боря подался вперёд и заглянул внутрь колодца через щель между досками. Абсолютная непроглядная тьма, рассечённая редкими солнечными лучами, пробивающимися сквозь щели между досок, казалось, глянула на него в ответ, а мужчина непроизвольно отпрянул, едва не усевшись на задницу. «Мариша, иди к маме!» Голос его звучал хрипло. Дочка против обыкновения не стала спорить и упираться. Молча развернулась на месте и побрела в дом. Боря провёл пальцами по губам, отметил с неудовольствием, как они подрагивают. Но к вечеру испуг прошёл. Ему не казалось больше, что тьма глядела на него в ответ, тьма или нечто в ней таящееся. Он сидел на крыльце, пристально глядел на трухлявый сруб, на щит, сквозь который сочилась вонь разложения, гладил свою жену по икре, горячее и сухое после трудного дня, и говорил, не находя сил замолчать. «Это андатра. Наверняка андатра. Поселилась там, пока дом поставал. Обустроилась. Сколько лет тут никто не жил-то, а?» Лиза оторвалась от книги, которая лениво листала, и коротко ответила. «Семь с половиной, может восемь. Вот». Боря ткнул в темнеющее небо пальцем. «За семь-восемь лет тут кого только не появится, правильно?» «Просто склоти нормальную заслонку, да закрой этот колодец, и все. Так завтра и поступлю. Прямо утром начну, к обеду сделаю. Ты вчера собирался и сегодня, а завтра утром ты едешь к Никишину косу забирать». Боря вспомнил, как таращился на него черный провал. Уходящий бог знает, на сколько метров вниз под землю. Сбурлящий на самом дне черной жижей. И легонько сжал ногу жены. «Завтра сделаю», — повторил он. «Прямо утром сделаю». Утром Боря действительно взялся за дело. Угрюмо сопя и, содрогаясь от отвращения, отбросил в сторону прогнивший насквозь деревянный щит. Хрупкие гнилые доски разлетели струхой, упав на недавно скошенную траву. Утренний свет, еще не набравший яркости и жара, хлынул внутрь колодца. И мужчина испытал странное удовлетворение. На ум пришла картина извиденного когда-то давно ужастика. Визжащего и брыкающегося вампира выволакивают на солнце. Тот сучит ногами, воет и рассыпается пеплом. «Вот так, вот так!» — радостно улыбнулся Боря. «Теперь дел пойдет!» Маришка носилась по двору широкими кругами. Странно возбужденная, как средневековая крестьянка, наблюдающая за сожжением ведьмы. Каждый раз, когда Боря всаживал в черные от сырости бревна изогнутый конец гвоздодера и дергал инструмент на себя, с мясом выворачивая их на землю, девочка нервно взвизгивала и заливалась смехом. Нападение двух опор, которые ее отец даже не стал подпиливать, а попросту снес, ухватившись и дернув. Она среагировала, как нападение древних злых идолов. Восторженным воем, прыжками на месте и хлопками в ладоши. Он, утирающий под солба Боря, почувствовал себя едва ли не рыцарем, раскатывающим по бревнушку замок злого волшебника. Когда со сругом было покончено, он даже не удержался и сдал победный клич, подняв высоко в воздух руку с зажатым в ней гвоздодером. Вроде бы шутя, но при этом чувствуя, как покидает его тело, выплескиваясь в первобытном крике напряжение. Колодец стал просто дыркой в земле, не больше и не меньше. Свет солнца, добравшегося к тому моменту до зенита, немилосердно сжег плечи, одновременно испепеляя страхи, так что Боря даже осмелился глянуть вниз, во влажную пустоту. Стенки колодца, обложенные камнями и замазанные глиной, выходили отвесно вниз, вытянутым кольцом. На верхних камнях уже застывала темная слизь, превращаясь в жесткую корку. Боря попытался разглядеть на стенах царапины, оставленные когтями зверя, но не нашел ни одной. Не сумел он против ожидания различить и дна ямы. Солнечный свет постепенно боледнее сходил на нет. На глубине нескольких метров, но не виднелось ни единого блика на темной поверхности застоявшейся воды. Быть может, он пересох, потому и баликовать там попросту нечему. Подавшись мальчишескому порыву, мужчина подобрал с земли обломки доски, отлетевший от старого щита и швырнул его вниз. — Папа! — тут же раздался за спиной испуганный возглас дочери, но Боря не обернулся. Доска пролетела освещенный отрезок пути за пару секунд, потом на такое же время исчезла из виду, несясь ко дну колодца, в темноте и тишине. А потом шлепок. Обломок упал плашмя, прямиком в зловонную жижу. И этот звук почему-то удивительно сильно ударил по барабанным перепонкам. Боря пошатнулся, но быстро поймал равновесие и отступил назад. Как раз вовремя, чтобы не попасть под волну сумрада, поднявшуюся следом за звуком. Неожиданно теплый спертый воздух, напоенный миазмами гнили цветущей воды, и перепревший органики, вырвался из ямы наружу, как из легких мертвеца, несколько дней пролежавшего на солнцепеке. Тошнота подкатила к горлу и Боря. С трудом сглотнул тугой комок. Он отступил еще на два шага назад, и ему в руку легла ладошка дочери. «Пап!» Он с усилием улыбнулся. «Устал я ж тут его разбирать!» Маринка улыбнулась в ответ, но когда он пошел к крыльцу, двинулась следом, крепко держа в кулаке его средние и безымянные пальцы. Не отпустила она их, и когда он присел на ступеньку, свободной рукой утирая пот со лба. «Ты чего, Маришка?» «А ты ведь сегодня заколотишь колодец?» В голосе девчонки звенело напряжение, и взгляд буравил точку между его бровей. «Хм, наверное. Не знаю, может, дам. Просохнуть до завтра, если ты...» «Надо сегодня. Обязательно сегодня!» Гладкий лоб Марины перечеркнула складка. Она хмурилась, но не отводила глаза и не разжимала хватку на пальцах отца. «Почему, Мариш?» «Что случилось? Ты боишься туда упасть?» Девчонка несколько раз открыла и закрыла рот, собирая что-то сказать, но не решаясь. Она с усилием сглотнула. «Собачка разозлится, что ты ее домик сломал?» Выдавила она из себя. «Надо закрыть, чтобы собачка залилась внизу, а не здесь!» Мужчина вспомнил вонь разложения, которой дышал колодец, вспомнил пристальный взгляд из тьмы, острое наслаждение, которое испытал, глядя, как нутро страшные дыры врываются лучи солнца, и решил, что его мышцы гудят не настолько сильно, чтобы помешать ему сколотить прочный щит. Работа спорилась. Боря подгонял доски одну к другой, следя, чтобы между ними по возможности не оставалось зазоров, и вколачивал шиферные гвозди в дерево. Когда массивный дощатый квадрат был готов, он с усилием поднял его вертикально. Щит больше походил на средневековое осадное приспособление. Толстые, шершавые доски с одной стороны и ровные ряды, пробивших их насквозь гвоздей с другой. Он взялся было с молотком, намереваясь загнуть торчащие острия, даже занес уже руку, но остановился. Слишком уж грозно они выглядели, сверкая на солнце. — Это гвоздики, чтобы... — снова оказавшаяся рядом Марина не закончила вопрос. — Да, — твердо ответил Боря, лишь интуитивно чувствуя, какую догадку подтвердил и уложил щит ровно поверх колодца. И улыбнулся напоследок, представляя, как теперь торчат тускло, сверкая в редких солнечных лучах, огромные металлические пики. Он даже наступил на новую заслонку несколько раз, проверяя, насколько она надежная. И с облегчением отметил, что не испытал никакого страха перед вонючей бездной. Солнце, острый металл и прочные доски — вот и все, что нужно. Вечером Боря отказался сидеть на крыльце и уговорил Лизу побыть в доме. Промямлил что-то про комаров, которые наверняка поднялись из колодца, про головную боль, про закатное солнце, бьющее алыми лучами прямо в глаза. На самом же деле ему просто не хотелось шарить взглядом по двору, натыкаясь то на грязные, все еще сочащиеся влагой бревна, вывести которые с участка не хватило сил, то на зияющую пустоту в углу двора, где недавно находился старый сруб. Он даже позволил себе пропустить пару бутылок пива, припасенного для приезда гостей. — Празднуешь победу над колодцем? — неодобрительно, качая головой, спросила Лиза. — Ха, угу, — ответил Боря и добавил. — Над тем, что внутри колодца. Но добавил только про себя. А ночью, выпитая, попросилась наружу. Боря вынырнул из хмельного сна, неожиданно сильного, из-за усталости, растер веки, почесал лоб и, не одеваясь, вышел во двор. Взгляд его тут же скользнул вокруг. Сердце на миг ушло в пятки. Сруб над колодцем был на месте. Но секунду спустя он уже расслабился. Это, конечно, был не сруб, а тень от стола, которую он своими руками поставил в центре двора. Лампочка прямо над дверью просто светила под таким углом. Расслабившись, он глубоко вздохнул. Прохладный ночной воздух. Звезды плыли в темноте, перемигиваясь и перешептываясь, неразличимыми для человеческого уха голосами. Мужчина сбегал внутрь и стащил сигарету из лизиной пачки. Закурил, опершись ягодицами на стол. Сперва он встал спиной к колодце и попытался сосредоточиться на звездном небе над головой. Но пронзительное, зудящее чувство между лопаток и тяжесть в мочевом пузыре мешали. Сжав сигарету зубами, он обошел стол, намереваясь выйти за ограду, в сад. Исправить нужду там. Но остановился в дальнем конце двора. Деревянный щит смутно виднелся в темноте, светлым пятном, выделяясь на фоне черной влажной травы. Темные полосы коры расчеркивали его в паре мест. Но в остальном он казался абсолютно белым. Монолитным. Будто мраморное надгробие. Боря подошел ближе. Он понял вдруг, что еще ни разу за все время не ходил по участку ночью. Хотя нет, ходил. На второй день после покупки, когда понял, что у него не получается заснуть на новом месте. Но это было в таком состоянии, что он даже внимания не обратил ни на что. Даже на колодец. Боря встал прямо над щитом. Его тень чернильной кляксой легла рядом с досками. «Маришка, не играй рядом с колодцем», – прошептал он, впервые по-настоящему думая об этой странной дыре в земле, о силе, заключенной в ней, о страхе, в котором она держала его семью. Он знал, что утром эти размышления покажутся ему сонным бредом, и материальная действительность полностью вступит в свои силы, заглушит древний внутренний голос, еще помнящие времена, когда люди жались друг к другу, ревностно следя, чтобы не погасли лучины в темных избах. Нечисть тогда свободно разгуливала по земле, еще не униженная вечно сияющими, никогда не спящими мегаполисами. Люди, почуяв, что под боком у них поселилось нечто, выходящее за рамки их понимания, предпочитали действовать, бежать или сражаться, действовать, а не превращать запрет для маленькой девочки в семейную мантру, которую необходимо повторять по десять раз на дню. Но теперь Боря подумал о блестящих новеньких гвоздях, каждый из которых на несколько сантиметров торчал из досок, «Каждый достаточно массивный и острый, чтобы внушить страх одним своим видом. Каждый нацелен на бурлящую на дне колодца жижу». Мужчина ухмыльнулся. «Поражаешь своим невмеру, а инственным мыслям». Его переполняла гордость. Он не побежал, он сражался и победил. «Слышь, собачка!» — произнес Боря, и слова вылетели из его рта вместе с облачками сизового дыма. «Ты теперь останешься там». «Я победил». Он был уверен, его услышали. Счастливо улыбаясь, он отступил на шаг и уже повернулся было к калитке, но замер. Глупость заговорила в нем, и он, не привыкший прислушиваться к себе, принял и ее за древний голос, который не слышен днем. Вернувшись к собственноручно сколоченной крышке колодца, он приспустил трусы и принялся с штурмом мочиться на доске. Попыхивая сигаретой и ухмыляясь, Боря представлял себя победителем не только поборовшим, поборовшим, но и унизившим врага. Наивная иллюзия, продлевавшаяся до тех пор, пока по толстому дереву не саданули снизу. Тяжеленный, дощатый квадрат подпрыгнул, приподнявшись с одного края ровно настолько, чтобы Боря успел разглядеть в щели что-то темное, гораздо более темное, чем темнота на дне колодца, и белый, вытянутый череп, лишенный глаз. Мужчина отпрыгнул далеко в сторону, брызгая мочой на свои руки и ноги. Он, совершенно не обращая на это внимания, то, что сидело в колодце, снова нанесло удар, и прочный настил застонал, приподнимаясь. Боря вдруг ясно сообразил, что это существо вполне может вырваться наружу. Оправляя трусы, он ринулся вперед, шумно дыша, и встал над доски босыми ногами, не обращая внимания на занозы, впившиеся в ступни. Под ногами что-то металось, царапалось, барабанило в щит, дергало за гвозди, словно пытаясь втащить их внутрь. Боря стиснул зубами фильтр сигареты, чтобы не взвыть в голос. Ногтями он впился в кожу бедер и постарался не обращать внимания на вертящиеся в голове страшные картины повторяющегося сюжета. Доски проламываются. Он падает вниз, пробивает липкую гнилую пленку и начинает бесконечный полет туда, где человеческие представления времени и пространстве перестают работать. Холодный пот покрыл кожу. Ветерок, колышущий ветви деревьев, казался Боре завывающим смрадным ветром безвременья. А потом все закончилось, будто тумблер переключили. Мужчина понял, что стоит в тишине, которая в деревнях никогда не бывает полной. Воют и перебряхиваются собаки, поют птицы, шепчет листва на деревьях, а он, он застыл, погрузив ноги в собственную плоть и непроизвольными движениями резко посасывает давно потухшую сигарету. Ноги липли к политым мочой доскам. Резко и глубоко вздохнув, он сошел с крышки колодца на землю. Осторожно, готовясь в любой момент прыгнуть обратно, но ничего не случилось. Пятясь, чтобы ни в коем случае не повернуться к белому квадрату спиной, Боря дошел до дома. Когда прочный засов встал на место, надежно запирая дверь, он расплакался. Но ни жена, ни дочь не видели этих слез. Они видели только как утром, едва все поднялись с кроватей, не выспавшийся и нервный Боря строго сказал. Колодцу, чтобы ни ногой, ни одна, ни вторая. Ясно? Он постоял некоторое время, переводя тяжелый взгляд с жены на дочь и обратно. После чего молча вышел из дома и вернулся только через час, ведя за собой каких-то незнакомых мужиков с баграми, крючками на цепях и странной сетью. Ни слова не говоря родным, он провел ватагу во двор, ткнул пальцем в дальний угол. Вон, только осторожно, там это... Ондатра. От мужиков несло самогон. От Боря к лизиному невысказанному возмущению тоже. Посмеиваясь и перемигиваясь, деревенские подняли тяжелый щит, легко и весело, перешучиваясь, что под такой крышкой хоть бомбежку пережидай. Поднявшаяся волна смрада заставила их поморщиться и отступить. Но самый младший из гостей тут же рявкнул. Туда срали, что ли? Остальные расхохотались. Лиза увела Маришку в дом. Боря расслабился. Он ходил взад и вперед за худыми спинами мужиков, глядя, как под коричневой, выдубленной солнцем кожей, перекатываются тугие узлы мышц. Посмеивался вместе с ними и замолкал только когда из колодца извлекалась очередная порция мусора. Перегнившие ветки, листва, трава, какие-то железки, моток провода, кастрюля, топор с истлевшим топорищем, рукав от телогрейки, кособокий сплющенный чайник и... кости. Много-много костей. Собачьих и кошачьих. Выбеленных водой и временем. Иногда на них еще виднелись клочки шерсти, но большая часть была словно нарочно отполирована. Хозяин! Не выдержал, наконец, старший из деревенских. Ты-то что, кути оттопил? До пруда донести их не судьба была, раз уж приспичило. Да я... Начал было Боря, но его перебили. Это старый Серафим дом, забыл, что ли? Голос прозвучал глухо, и никак не получалось понять, кто произнес эти фразы. Деревенские угрюмы переглянулись и вернулись к работе, больше не задавая вопросов. Не перешучиваясь и не зубоскаля. Только время от времени, куря папиросы, чтобы разогнать вонь. Закончили они только к обеду. Огромная куча черной, маслянистой, блестящей на солнце дряни была погружена на тележку. Ничего живого в темной глубине не обнаружилось. И ничего способного двигаться, скрести крышку колодца снизу и стучать по ней. Никаких андаторов, резюмировал старший из мужиков. Боря криво ухмыльнулся в ответ, осунул деньги в мозолистую ладонь. Мужики ушли, снова перешучиваясь и переругиваясь, как ни в чем не бывало. Щит вернулся на законное место, новенькие гвозди снова нацелились в мрачную бездну. Вот только теперь от этого Боря легче не становилось. Он провел день, вяло слоняясь по огороду и делая вид, что занимается своими обычными делами. Тут подрезать, там подвязать, здесь подкрасить. Но это была лишь видимость. Все, что занимало его мысли, было скрыто в колодце. Лиза попыталась ходить за ним следом, прикрикивая, но Боря даже не понимал, что она ему говорит. Ее губы шевелились, но ни единого звука с них не слетало. По крайней мере, он ни единого звука не слышал. Вечером мужчина даже не попытался изобразить, что собирается ложиться в кровать, а сразу занял наблюдательную позицию за столиком во дворе. Лиза возникла рядом, снова говорила что-то, царапая раздраженным голосом раковину Бориной сосредоточенности. Но ей хватило одного только тяжелого взгляда, чтобы все понять и сбежать в дом. Марину поцеловать папу на ночь она не пустила. Боря сидел на пластиковом стуле до самой ночи, пока над головой не раскинулся черный шатер, расшитый серебристыми блестками звезд. В доме погас свет. Мужчина почувствовал, что в голове у него слегка прояснилось. Поднявшись на ноги, он решительно подошел к дощатому настилу и поскреб его ногтем. Ничего не случилось. Неужто вычерпали эту тварь? Но нет. После секундной паузы что-то зашуршало, зашлепало в мрачной бездне и с влажным хлопком ударилось о щит. Между белыми досками выступила черная густая жижа. Злая улыбка растянула Борины губы, исказила его лицо, превратив его в оскаленную маску. С трудом заставляя работать плохо гнущиеся колени, он прошагал в сыроюшку, которую Лиза смешно называла амбарчиком. «Керосин! Керосин! Керосин!» Нараспев произнес Боря и хихикнул. Керосина, конечно, в амбарчике не было, зато была смесь бензина и масла, подготовленная для электрокосы, которую он отдал починить, да так и не забрал обратно. Колодец отвлек. «Мы закончим колодцем и заберу», пообещал мужчина самому себе и рассмеялся. Смех звучал, как будто кто-то насыпал гвоздей в стеклянную бутылку и от души потряс. Спички нашлись на столике в центре двора. Полупустой коробок чуть влажной от росы. Боря потряс он над ухом и тут же спрятал в кулаке, словно боялся, что стук спугнет то, что жило в колодце. А он уже не сомневался, там живет что-то. На цыпочках, как ребенок, крадущийся ночью на кухню за вкусным, он пересек двор и замер перед щитом. «Никаких андаторов, значит?» Короткого резкого движения большого пальца хватило, чтобы сорвать пробку с бутылки горючей смеси. Он плеснул щедро, стараясь, чтобы попадала в щели между досками. Улыбка его становилась все шире. Колодезная тварь заметалась из стороны в сторону, забилась, подкидывая щит вверх, и Боря тут же прижал его ногой к земле, не позволяя ей выбраться наружу. Спичка зажглась легко, и Борина улыбка стала такой широкой, что ему пришлось раскрыть рот, чтобы не лопнула кожа на щеках. Из глотки тут же вылетел хохот, бешеный, безудержный, механический. Спичка упала на доски. Пламя взревело моментально, взвелось выше дома, выше забора, плюнуло синим дымом в черное небо. Мужчина едва успел отскочить, чтобы не вспыхнула и его нога. «А-а-а! Яга-хара!» — воскликнул он. «Апамас! А-а-а!» Бессмысленные слова, сочетание звуков, сами лезли из него. Продирались через сведенную судорогой глотку, рвались из перекошенного рта. Пламя выжгло кислород. Раскалило воздух до такой степени, что вдохнуть стало совершенно невозможно, но Боря кричал и кричал, пока его не вырвало. А когда желчь брызнула на грудь, он пустился в пляс, безумно вскидывая руки и ноги, тряся головой и подвывая. Лиза появилась рядом с ним, словно из ниоткуда. Завизжала пронзительно, ухватила мужу за рукав, рванула в сторону, от начавшего уже опадать огня. Боря залепил ей пощечину, не прекращая танца. Женщина упала на спину, но танцующий даже не взглянул на нее. У него было дело поважнее — плескать горючее, не давая пламени ослабевать. Когда щит, прогорев, рухнул вниз, плюясь во все стороны алыми искрами, Лиза уже рядом не было. Но Борю, обратил на это внимание, ее отсутствие только порадовало бы. Не прекращая дикого танца, он щедро плескал новые и новые порции, вспыхивающие на лету смеси. Внутро колодца. С наслаждением глядя, как красно-рыжие языки пламени лижут, черный зев, страшные дыры в земле. Он продолжал кричать, но теперь вопли походили на комариный писк. Мышцы уже начинало сводить от напряжения, но мужчина никак не мог остановиться, не имел права останавливаться, да и не хотел. Тем утром, когда взошло солнце, он не проснулся, не очнулся. Он пришел в себя в самом полном смысле этого выражения. Разум постепенно возвращал контроль над телом, стиснув зубы, через дикую боль он сумел разжать пальцы, застывшие на опустевшей бутылке. В воздухе висел невыразимый смрад горелой травы, бензина и колодезной вони. Борю наверняка стошнило бы еще раз, но в его организме не осталось даже желчи. В нем вообще ничего не осталось. С трудом поднявшись на ноги, мужчина огляделся по сторонам. В доме все двери распахнуты, стол во дворе опрокинут, на траве валяются какие-то вещи. Он не мог вспомнить, как это случилось. Это натворила Лиза, прежде чем схватила вахапку дочь, и они умчались на машине. Приходил кто-то еще? Или он сам громил двор и дом? Мечась в ужасном танце, Боря не имел понятия. Ему ужасно хотелось пить. Вот что занимало внимание в первую очередь мучительная острая жажда. Боря повернулся к колодцу спиной и изобразил в первую очередь для самого себя, что он может вот так повернуться на месте и пойти, куда ему заблагорассудится. Но уже на половине пути сломался, нет. Нет, не может. Пригибаясь, как под обстрелом, мужчина рванул к черной кляксе в углу двора. Воняющие бензином и едким дымом пальцы впились в щеки, сжали мягкую плоть, казавшуюся чужой после бессонной ночи. Бессвязно бормоча он вернулся к бездонной дыре, заглянул в ее нутро. Солнце стояло уже высоко, но дна по-прежнему не было видно. Запах гниения все еще чувствовался. Пробивался даже сквозь вонь смеси горючего и масла. Боря осознал, что собственноручно сжег и скинул в мрачный провал толстый щит, единственную преграду на пути существа, обитавшего в колодце. И когда наступит ночь, а часы дня пролетят так быстро, что не заметишь, оно снова попытается выбраться. От радости победы, распиравшей его ночью, не осталось и следа. Паника накатила бурлящей волной. Что делать? Что теперь делать? Он надеялся, конечно, что тварь мертва, но одной только надежды было мало. Ему необходимо было убедиться, что нечто, мелькнувшее под досками блестящим белым черепом, подкидывавшее тяжелый дощатый щит, не явится посреди ночи, чтобы мстить. Ему необходимо было увидеть тело твари своими глазами, тело или то, что от него осталось. И день. Он отлично это понимал. Лучшее время для того, чтобы спуститься в колодец. Звать мужиков сетью и крюками больше не хотелось. Да и как объяснить им черно-желтую кляксу, выгоревшей травы в углу двора? Случайно разлил, случайно поджег, случайно хочет, чтобы для него вытащили из колодца труп, не пойми, какого существа. Нет. Само собой нет. Так не пойдет. Боря живо вспомнился читанный когда-то давно в детстве рассказ из школьной программы по литературе. Мальчик спускался в колодец, держа в зубах измазанную лошадиным дерьмом вожжу, чтобы спасти котенка. «Кис-кис!» выплюнул он в раскрытый зев и тут же отскочил, прижав ладонь к колотящемуся сердцу. Мужчина готов был поклясться, что что-то внутри колодца плеснуло, отзываясь на его фразу. Что-то перекатилось, подняв волну густой жижи от одной стены до другой. Сборы были недолгими. Боря обмотал себя какими-то тряпками, старыми телогрейками, которые нашел в сарае, натянул на лицо шарф, руки прикрал рабочими рукавицами, мимолетно пожалел, что поблизости нет зеркала, хрипло рассмеялся, но резко умолк. Дышать становилось все тяжелее, под градом катился по спине и лицу, пропитывая защитный кокон, сооруженный, из чего попало. Последним штрихом стал факел. Его Боря не особо, мудрствуя, соорудилась черенка лопаты и тряпки, смоченной в остатках бензина масляной смеси. Выглядело жалко и глупо, но это только на поверхности. Когда над его головой сомкнется темнота, а небо превратится в бледно-синий кружок, неловкая поделка превратится в грозное оружие. Боря полез в колодец. Спускаться было удивительно просто. Помогали камни, тут и там неровно уложенные в стены. Казалось даже, что они нарочно выложены подобием ступеней, спиралью, вращающихся в восклизлой каменной кишке. И мужчина кружился вместе с ними, спускаясь все ниже и ниже. Ядовитые миазмы, разложения поднимались ему навстречу, незажженный факел цеплялся за стены и мешал ползти. Но Боря не останавливался. Руки начали трястись от напряжения, пальцы сводило судорога, колени дрожали, но возможности остановиться и отдохнуть не было. Собираясь спускаться, он не задумывался ни о страховке, ни о веревке, хотя бы просто сброшенный вниз, на манер лестницы. Так что ему не оставалось ничего, кроме как двигаться ниже и ниже, круг за кругом, в смердящую бездну. Он уже потерял счет времени и перестал даже примерно представлять, сколько витков спирали преодолел, когда его нога, нащупавшая очередную опору, погрузилась в воду. В то, что было раньше водой. Ледяная вонючая жижа моментально промочила кроссовок, неприятно скользнула по коже, буря взвизгнула, замер задрав голову. Небо казалось даже не голубым кружочком, как он думал. Небо стало просто светлой точкой, как проколотое шилом отверстие в театральном занавесе, через которое в темный зал проникает свет со сцены. Мужчина засосал подложечкой. Чувство одиночества опустилось на плечи тяжелыми ладонями и едва не заставило его разжать руки, позволяя себе упасть в жижу. Темнота и тишина давили на него. Внутренний голос с издевкой интересовался, что он собирается делать дальше. Шарить в грязи руками в поисках трупа неизвестного существа? Нет, конечно. Кое-как, извернувшись, Боря уперся ногами в стенки колодца и вытащил из кармана спички. Чиркнул одной, а полоску на боку коробка. Древко факела пришлось держать в зубах, чтобы поднести к нему слабый, но ровный огонек. Вымазанная горючим тряпка занялась. Окрыленный он перехватил факел поудобнее и поводил им над поверхностью воды. Ребящее отражение пламени мелькнуло туда и обратно и как будто отодвинулось. Боря пригляделся повнимательнее. Так и есть, вода отступила, ушла ниже, словно сжалась, боясь огня. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Еще один виток спирали Боря преодолел, едва ли заметив. И еще один. Охотничий азарт овладел. Мазаарт, той же породы, что и ночной восторг, заставлявший его дико плясать и выкрикивать бессмыслицу. Враг бежал. И он преследовал врага, оттеснил его в глубины, из которых тот выполз, стращал огнем и гримасами, пока, наконец, похожая на нефть и воняющая гнилью жидкость не остановилась. «Вниз!» прикрикнул Боря. «Вроваливай вниз!» Но ничего не случилось. Ни окрики, ни угрожающее потряхивание факелом больше не срабатывали. «Ты, сука, напросилась!» пробубнил мужчина сквозь шарф и опустил руку с факелом ниже. Вода отползла от горящей тряпки. Волосы у Бори на голове зашевелились, когда он увидел это. Густое желе подалось в стороны, как живое, и факел оказался висящим в небольшой выемке против всяких законов природы, образовавшуюся в жидкой массе. Боря качнул факелом ниже, выемка стала глубже. Уже не думая о том, что делает, он погрузил факел дальше почти до половины, утопив древко факела в маслянисто, посверкивающие дряни. Темнота наступила в один миг. Боря даже не вскрикнул. Раступившаяся жидкость с чавканием сомкнулась, погасив слабое пламя. Что-то с силой схватило обломок черенка под водой и рвануло вниз, едва не скинув Боря со стены колодца. Но мужчина догадался вовремя расстаться со своим оружием. Догадался он и сразу же рванул вверх к тусклому свету, не видя, но чувствуя, как вода быстро поднимается до прежнего уровня. Его ноги соскользнули с камней сразу же, как вода скрыла стопы. Боря повис на руках, бестолково извиваясь и глядя на булавочный прокол чистого света над головой. Он глядел на него, уже понимая, что на этом его жизнь закончится, пока бурлящая жижа не сомкнулась над его лицом. Тварь налетела тут же, не дав опомниться. Острые когти прошлись по телу, располосовали смешную броню из тряпок, вспороли кожу, порезо моментально обожгло от прикосновений грязной колодезной воды, давно уже переродившееся в нечто иное, отправленное, чужое. И теперь эта дрянь разливалась по боряному телу, с судорогой впивалась в мышцы, расползалась по венам и артериям, пока не вонзилась ледяной стрелой в сердце, заставив его дрогнуть, замедлиться, а потом вовсе остановиться. Пальцы мужчины соскользнули, со склизлых камней он начал медленно погружаться вниз, на дно, если, конечно, оно вообще существовало. Существовало! Боря ощутил его сразу же, как пришел в себя. Жесткое каменистое дно обнимало его, прикосновения острых булыжников к спине казались нежными, как материнские ласки, только что-то мешало, что-то налипшее на его тело. Он зашевелился удивительно легко, преодолевая сопротивление густой массы и глубины. Завертелся, заскреб свое тело пальцами. С пальцев и отлетели первыми куски слабой человеческой плоти, в которую он больше не видел необходимости. Боря срывал ее с себя кусками, бросал на дно, пока не обнажил мышцы, твердые, слабо вибрирующие. Кожа с головы снялась одним большим куском, и он с наслаждением пощелкал освобожденной челюстью. Язык сам собой выплыл из пасти и утонул бледным комочком. Боря с интересом раздавил его ногой и не почувствовал ничего. Ни сожаления, ни отвращения. Этот кусок плоти, как и все остальное, было для него чужим. Рядом мелькнула черная тень с белой головой, и переродившийся залюбовался тем, как грациозно изгибается существо, ластясь к нему. Собака? Ха! Куда собакам до изящества этого создания? Так же далеко, как людям до него теперешнего. Маленькое существо, к которому он теперь чувствовал только благодарность, извернулось и поплыло вверх, время от времени оглядываясь через плечо, приглашая. Боря последовал за ним туда, где виднелось красное от закатных лучей чужое небо, туда, где ходили по грубой сухой земле его жена и дочь, его семья. Сильные пальцы ухватились за камни, и перерожденный начал преодолевать спирали с камней в обратную сторону, легко и беззвучно посмеиваясь над тем, как недавно спускался, сопя кряхтя и обливаясь потом. То есть у вас он не появлялся? Глухой голос Лизы. Его тут нигде нет, я просто боюсь, что он остался один и решил туда. Маришка, не подходи к колодце, я тебя очень прошу. Обнаженный череп щелкнул зубами. Маришка, хрипнул он, привыкая к новому способу артикуляции, не требовавшему ни воздуха в легких, ни губ, ни языка. Маришка, У папы есть собашка, собашка для Маришки. Конец рассказа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин